МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перейти от слов к делу в Самаре стартовал Том Сойерфест. Покупать, продавать или подождать, что происходит на региональном рынке недвижимости. Ссора с женой закончилась взрывом гранаты. Подробности резонансного ночного ЧП на Буянова. В Самаре открылся очередной сезон Том Сойерфеста. Этот фестиваль уже шестой год подряд объединяет неравнодушных граждан, которые реставрируют старые дома и восстанавливают историческую среду своего города. Популярная акция зародилась именно в Самаре, но сегодня объединяет уже более 50 населенных пунктов. Глава города Елена Лапушкина побывала на открытии популярного фестиваля и пообщалась с волонтерами. Сколько объектов отреставрируют в этом году, расскажет мэри Елчан. Александр Горин в начале года купил дом на улице братьев Коростелевых, 127. Говорит, всегда мечтал жить в исторической части города. Сейчас молодой человек вместе с семьей занимается ремонтом, и лишние руки в помощь не помешают. Знакомые посоветовали обратиться к инициативной группе Том Сойерфеста. Теперь дом Александра – один из объектов, которые в этом году помогут отреставрировать волонтеры. Завтра уже Том Сойерфест начнет ремонт фасады. Я этому очень рад. Рад, что волонтеры помогут нам, что этот дом преобразится. Дом будет красный, с белыми вставками, яркий. Я думаю, всем понравится. Решили, что сезон такой, что больше одного жилого дома мы не берем в этот сезон, чтобы все сделать хорошо, не гнаться за цифрами какими. И впервые мы работаем с таким объектом, когда человек купил старый деревянный дом в качестве жилья и сейчас проводит капитальную его реконструкцию, а мы ему поможем. Том Сойерфест придумали и впервые провели в Самаре в 2015 году. Сейчас он проходит в 53 городах и селах России. Всего за пять лет работы волонтеров восстановлено более 80 домов по всей стране, 15 из которых в Самаре. На открытии шестого сезона фестиваля побывала глава города Елена Лапушкина. Вы вокруг себя объединяете единомышленников и таким образом рождается то самое гражданское сообщество, активное, объединенное одной из замечательной идей. И это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома. И за вами идут люди, что тоже очень и очень важно. Из года в год основная цель проекта – обратить внимание на историческую среду и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Начинание, которое зарождалось как региональная инициатива, сейчас стало федеральной повесткой, отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Замечательно, что мы с вами не только возвращаем старый облик к городам Самары, но и пропагандируем сохранение красоты и своих истоков, своей истории. И это находит такой охват и такую поддержку по всей стране. В этом году, кроме дома на братьев Коростелевых, планируется отремонтировать трансформаторную подстанцию в стиле модерн и создать на одной из стен улицы Ленинградской панно из почтовых ящиков. Стать волонтером и внести свою лепту в преображение города может любой желающий. Для этого нужно написать в официальную группу в соцсетях фестиваля. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Тем временем в Самаре продолжается общественное обсуждение выбора места для установки памятной стелы. Напомню, в начале июля особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы, отметил президент России Владимир Путин. Он подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе Самаре, почетного звания «Город трудовой доблести». Это историческое событие решили увековечить установкой стелы. Где она появится, решат сами жители. Своё предложение можно направить на электронный адрес, либо можно воспользоваться специальным ящиком для голосования, который установлен в здании управления информацией и аналитики администрации на улице Куйбышева, дом 120. Голосование продлится до 3 августа. Наиболее популярные варианты места для установки стелы в начале августа вынесут на общенародное голосование. В 40 оздоровительных лагерях Самарской области сейчас отдыхают 6 тысяч 8 детей. Еще более 5 тысяч отдохнут во вторую смену с 11 по 31 августа. Все учреждения работают по принципу обсерватора. Состояние здоровья детей и персонала круглосуточно проверяют. Случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. А вот пришкольные лагеря в этом году открывать все же не будут. С таким предложением на заседании регионального оперштаба выступил министр образования Виктор Акопьян. По его словам, отмечается существенное снижение спроса на такой вид отдыха по сравнению с ожидаемым. Кроме того, поскольку дети и воспитатели будут находиться в лагерях не круглосуточно, есть риски заболевания. Члены оперштаба поддержали предложение министра не открывать пришкольные лагеря. При этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос открытия дежурных групп для определенных категорий детей. По тому же принципу, как сейчас работают дошкольные учреждения. На заседании оперштаба обсудили и текущую эпидемиологическую обстановку в области. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова отметила, что за прошедшую неделю количество заболевших стабилизировалось. Фиксируется около 40 случаев ежедневно. Снижение также наблюдается по вне больничной пневмонии. При этом глава региона особо подчеркнул, что такая положительная динамика может быть только при строгом соблюдении жителями действующих ограничительных мер. 225 километров дорог региона приведут в нормативное состояние. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе важную для экономики региона магистраль Тольятти Ягодная. Реализацию национальных проектов рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. По проекту «Демография» откроют 10 детских садов. Программа «Жилье и городская среда» позволит благоустроить свыше 200 дворов и 140 общественных пространств. На совещании сравнили темпы освоения средств, заложенных на нацпроекты. Практически по всем регион ускорил финансирование. Единственный нацпроект, где пока есть отставание от темпов прошлого года – это образование. Губернатор Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств контролировать ход реализации нацпроектов в ежедневном режиме. И напомнил, что по поручению главы государства в ближайшее время произойдет корректировка национальных проектов. Сроки планирования продлили до 2030 года. Поэтому губернатор поручил пересмотреть и доработать стратегию лидерства региона, которая была сформирована на основе предложений самих жителей. Вот на этом я прошу, чтобы мы сконцентрировались в своей работе, начиная буквально с сегодняшнего дня. Обязательно буду встречаться с людьми в каждом муниципальном образовании. Мы будем обсуждать, что получилось, что нет, что нужно подкорректировать, какие дополнительные задачи есть сегодня на той или иной территории. Задачи, которые определяют жители Самарской области. Предвидеть, что ждет водителя на дороге и сократить аварийность поможет новая система. Самарская область вошла в число 27 регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем. Подробнее Елена Малютина. Получите информацию о пешеходе на дороге, о вскрытии колодца, о работе уборочной техники. С помощью умной дороги водитель сможет предвидеть обстановку в пути. Благодаря новой технологии улучшится логистика, повысится безопасность на дорогах, снизится смертность. Датчики системы реагируют на вибрации от движения объектов и на звук. Независимо от погодных условий оповещают водителя, который подключен к системе. Автомобилистов такое новшество радует. Очень классно, что появляется такая система, помощь водителям. Это снизит аварийность на наших дорогах, поможет водителям передвигаться по городу, снизит количество пробок. Очень радует, что такая система появляется именно в Самаре, что Самара лидер по внедрению данной платформы. Меня она очень порадует. Платформа также может выдавать рекомендации и собирать статистику для улучшения безопасности дорожного движения. Новую систему испытывают в Самаре на Московском шоссе, а также в других городах и районах области. Всего около тысячи километров дорог. Я не думаю, что это перспективы ближайшего года или двух, но в перспективе 5-7 лет я уверен, что это может стать стандартным. Коллеги говорят, что в Европе автомобили оснащаются уже соответствующим необходимым оборудованием для приема сигналов, передаваемых с соответствующих программно-аппаратных комплексов. Плюс, насколько я владею информацией, АвтоВАЗ также планирует приступить к оснащению своих выпускаемых автомобилей необходимым оборудованием. Самарская область вошла в число 27 регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова специалисты начали разработку документов транспортного планирования и проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы на территории региона. Наш регион имеет все шансы. Я считаю, что этот модуль мы сделаем обязательным для Самарской области и внедрим под систему V2X в нашу интеллектуальную транспортную систему, которая будет интегрирована в единый пункт управления транспортной системой региона. Планируется, что новая система станет стандартом для беспилотного транспорта. Елена Малютина, События. Крупные российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. Эксперты считают, что кредитные организации предлагают слишком низкую доходность сбережений. Подробнее об этом, об оценке Самарского метро, а также о курсах валют расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. Курс доллара снизился на 0,01% до 71 рубля 59 копеек. При этом европейская валюта выросла на 0,67% до 83 рублей 78 копеек. Об этом во вторник, 28 июля, свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость нефти марки «Брент» по состоянию на 11 часов упала больше, чем на процент и оказалась на отметке 42 долларов 61 цента за баррель. Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков. Даже после пика кризиса и пандемии следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля. Отток более 600 миллионов долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили 7 из 11 системно значимых игроков, оценили эксперты. Основная причина оттока средств с валютных депозитов – их низкая доходность. По словам аналитиков, предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах. А при схожей доходности пользоваться счетом удобнее. Эксперты считают, что российские банки сохраняют достаточный запас валютной ликвидности, необходимый для операций. Самарский метрополитен попал в число лучших по качеству обслуживания. Рейтинг составил Общероссийское объединение пассажиров. Аналитики оценивали стоимость проезда, число льгот, способы оплаты, доступность для людей с ограниченными возможностями, наличие Wi-Fi, частоту рейсов, работу с обращениями в социальных сетях. Подземный транспорт Самары занял второе место, разделив его с Казанию и Нижним Новгородом. В аутсайдерах – метро Санкт-Петербурга. Первую строчку занял метрополитен Москвы, где самый дорогой проезд – 56 рублей. В Екатеринбурге и Самаре поездка обходится в 32 рубля, в Нижнем Новгороде и Новосибирске – 28 и 25 рублей соответственно. С 11 августа по 8 сентября пройдет бесплатный онлайн-курс для самозанятых «Шаг к бизнесу». Об этом сообщили в региональном центре развития предпринимательства Самарской области. Участники онлайн-курса научатся упаковывать свою идею в проект, узнают о полезных и доступных инструментах господдержки бизнеса, повысят доходность своего дела, наладят постоянный поток клиентов и выстроят план продаж. Обучение будет бесплатным. Но, чтобы поучаствовать, нужно до 10 августа заполнить заявку на сайте mabis63.ru. На этом все. Процветание вашему дому. Скупают квартиры и загородные дома. В Самаре в среднем на 20% вырос спрос на покупку недвижимости за последний месяц. Ждать ли снижение цен на квартиры или наоборот повышение, расскажет Елена Малютина. Покупать, продавать или подождать – вопрос, который волнует многих самарцев в текущей эпидемиологической обстановке. Жительница Самары Ирина Радченко откладывать с решением жилищного вопроса не стала. Недавно у них с мужем родился второй ребенок. Говорит, теперь в квартире тесно. На семейном совете решили обменять свою двушку на трехкомнатную квартиру. Семья растет, дети подрастают, необходимо увеличение площади. Тем более, сейчас очень выгодные процентные ставки. Допустим, буквально год назад они были повыше. Сейчас снизились, и поэтому приняли решение сейчас, летом, когда переезжать будет очень комфортно, когда дороги все открыты, пробок нет, заснеженности нет. Ну, в общем, такой позитивный момент. Хотелось бы приручить к своему дню рождения. Хороший подарок. Весной во время пандемии коронавируса эксперты отмечали высокий спрос на покупку жилья, но состоявшихся сделок было мало из-за того, что многие продавцы соблюдали самоизоляцию и не хотели показывать квартиры. Сейчас, когда режим ослаблен, количество сделок увеличилось на 20%. Пользуются спросом в основном жилье эконом-класса, как вторичное, так и новостройки. При этом выросло и количество наличного расчета. По словам экспертов, это говорит о том, что самарцы покупку недвижимости рассматривают как способ сохранения своих сбережений. Специалисты прогнозируют и увеличение количества ипотечных кредитов. В конце июля Центробанк снизил до рекордного минимума ключевую ставку. К этому регулятор подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику. Такие перемены, по словам экспертов, приведут к медленному понижению стоимости жилья вместо резкого обвала цен и стагнации на рынке. Поэтому, если нужно инвестировать деньги или решить жилищный вопрос, выжидать лучшего времени не стоит. Я думаю, что вполне возможно, где-то к осени мы можем получить хорошее снижение процентной ставки на обычную ипотеку, не субсидированную. И если это будет в районе 7-8%, это будет очень хорошо. И однозначно будет стимулировать покупательский спрос. И что приведет к такому мягкому-мягкому снижению ценовой политики. Не, скажем так, повлиять на корректировки аналитиков, которые прогнозировали достаточно жесткое снижение стоимости и стагнацию рынка. Поэтому, я думаю, правильное решение. И дай бог, что мы все-таки будем видеть рекордное снижение ставок и счастливых людей, которые смогут себе позволить купить квартиру своей мечты. А вот с приобретением загородной недвижимости торопиться не стоит. В этом году из-за режима самоизоляции дома разлетелись, как горячие пирожки. Поэтому цены на них поднялись в разы. Эксперты прогнозируют зимой снижение их стоимости. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Самарские исследователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался взорвать свою супругу гранатой. Один из полицейских, находившихся в это время в доме на Буянова, прикрыл женщину своим телом. В деталях громкого инцидента разбирался наш корреспондент Анатолий Головко. Глубокие отверстия от осколков в стенах, потолке и даже в металлических дверях. Накануне вечером 58-летний мужчина взорвал гранату в доме на Буянова, 98. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый пришел в квартиру к своей супруге выяснять отношения. Во время конфликта мужчина причинил жене телесные повреждения. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Когда силовики стали заходить в квартиру, дебошир бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из правоохранителей успел закрыть женщину с собой. Потерпевшие и полицейские получили ранения различной степени тяжести. Однако это не помешало силовикам скрутить подозреваемого, который уже держал в руках боевую гранату F1. Сейчас потерпевшим оказывают медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Съемочная группа телеканала «Самара Кис» встретилась с горожанами, которые проживают в доме на Буянова, 98. Я проснулся от этого, то есть я там был после отдыха. И я проснулся, я подумал, что это что-то на улице где-то случилось. Я слышал хлопок и как бы такой достаточно сильный хлопок. Ничего не слышал, честно, ничего не слышал. Я только буквально с утра в новостях узнала разрыв. Никогда таких инцидентов не было. И у нас все такие жильцы мирные в этом доме, поэтому на самом деле это действительно шок. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, а также за незаконное хранение и приобретение взрывчатых устройств. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Во время допроса он отрицал попытку причинить телесные повреждения потерпевшим. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре осудят мужчину, которого обвиняют в изнасиловании и покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. В прошлом году, 20 января, 34-летний мужчина в гаражах в железнодорожном районе ударил электрошокером 31-летнюю женщину, а затем изнасиловал. А 27 сентября 2019 года у дома на улице братьев Крыстелевых мужчина встретил 19-летнюю девушку. Обвиняемый ударил жертву ножом в грудь и скрылся. Девушку доставили в больницу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Федеральный суд железнодорожного района. Подтвердили ведомстве. Чрезвычайная пожароопасность лесов в Самарской области сохранится до 3 августа. В связи с этим в регионе вновь объявили оранжевый уровень опасности. Также для жителей региона продлили запрет на посещение лесов до 2 августа. Соответствующий приказ разместили на сайте регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима могут наложить административный штраф. На физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей. На должностных от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. На юридических от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В Кошкинском районе Самарской области дроны справились с сорняками. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Сегодня это более технологичный и современный способ борьбы с карантинными растениями. Амброзий, горчаком, повеликой. Процесс обработки минимизирует участие человека и сокращает время на проведение работ, рассказали ведомстве. Беспилотные распылители не боятся дождя и справляются с ветром до 8 метров в секунду. Дрон обрабатывает один гифтар за 8 минут. В российских школах не будут вводить дистанционное обучение с 1 сентября. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. Он также уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса школы будут соблюдать все требования Роспотребнадзора. Новым главным тренером крыльев советов стал Игорь Осинькин. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Специалист широко известен по работе с молодыми игроками. В течение пяти лет, с 1998 по 2003 год, он работал в юношеской сборной России. Также Игорь Осинькин известен по своей работе в клубах Самарской области, крыльев советов СОК, Тольятти и Академия. Несколько его воспитанников играют в клубах РПЛ. Одним из самых известных является игрок сборной России Алан Загоев. Во вторник, 28 июля, Игорь Осинькин представили игрокам и тренерск административному штабу на базе в Кратово, где Волжский клуб начал подготовку к ФНЛ. Сегодня ровно в полдень на колокольнях всех храмов Самарской митрополии раздался праздничный перезвон. Такова традиция церковно-государственного праздника День Крещения Руси. Памятная дата была установлена в 2010 году и приходится на день, в который Православная Церковь чтит память святого равнопостольного князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В то время Киевская Русь была сильно модернизированным княжеством, однако для государственного развития не было объединяющей национальной идеи. После долгих размышлений князь Владимир выбрал византийское христианское учение, которое на тысячелетия вперед определило развитие российской государственности. В День Крещения Руси колокольный звон волной охватит всю планету по часовым поясам. Будут слышны храмы даже на островах Океании и в Антарктиде. Единение тела, дыхания и сознания – основные принципы классической хатха-юги. После ослабления режима ограничений в регионе, связанных с COVID-19, на улице Самары вернулись приверженцы здорового образа жизни. Анатолий Головко отправился в парк Гагарина и пообщался с инструкторами, которые проводят экзотические занятия для всех жителей и гостей города. Сидячая работа до добра не доводит. Так считают самарцы, которые ежедневно приходят в парк Гагарина на занятия классической хатха-йогой. Это течение зародилось в средневековой Индии и пользуется популярностью по сей день. Врач Мария Александрова практикует йогу уже пять лет вместе с сестрой. За это время она успела достичь серьезных успехов и даже поправила здоровье. Это прекрасно, кстати, помогает для спины. У меня такая сидячая работа, периодически сидячая. И вот без йоги, конечно, я бы, наверное, долго на ней не протянула. Сестра Мария и Ольга приходят в парк позаниматься не только духовными практиками и физическими упражнениями. Здесь она встречается с единомышленниками, которые сблизились с девушкой на фоне общих интересов. У меня здесь есть уже хорошие друзья, хорошая компания, любимый тренер Елена, например. Ну вот мы приходим просто расслабиться и хорошо провести время. Ну, а йога – это, конечно же, просто приятно для всего тела. Бесплатные занятия проводит инструктор с большим опытом работы Елена Затеева. По ее словам, йога помогает людям забыть о повседневных проблемах, разобраться в себе и укрепить физическую форму. Мы занимаемся в основном классической хатха-йогой. Она включает в себя асаны, то есть это какие-то физические положения, также дыхательные техники, пранаямы, ну и своего рода какая-то медитация тоже присутствует. Присоединиться к новомодному течению может любой желающий. Для этого достаточно просто уточнить расписание у организаторов. Занятия по хатха-йоге проходят в загородном парке, парке Гагарина и в Струковском саду. Их проводят при поддержке администрации Самары. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Теперь смотреть телеканал Самарагис можно и в телефоне. Из любой точки мира и в любое время суток. Онлайн-вещание, самые свежие и актуальные новости. А также полная телепрограмма в один клик. Все это доступно в нашем новом приложении телеканал Самарагис для iOS и Android. Скачайте его прямо сейчас в App Store или Play Market. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!